Волгоградской областью теперь будет управлять правительство. В минувший вторник областная дума приняла законопроект о внесении изменений в устав региона. Согласно новым поправкам устава, высшим исполнителем органов власти Волгоградской области станет правительство, которое состоит из председателя правительства и министров. Подобные правительства созданы уже в 65 регионах России. К 24 февраля измененный устав Волгоградской области вступит в силу. А еще через 14 дней администрация региона обязана внести на рассмотрение облдумы проект закона о правительстве. Губернатор Сергей Баженов внесет на рассмотрение областного парламента кандидатуру председателя правительства. Снять премьер-министра с должности сможет простое большинство депутатов облдумы. В течение трех месяцев глава региона должен представить схему управления областью, кто кому будет подчиняться. Сегодня наш регион ждет формирования правительства. Сегодня будет кадровый аудит, сегодня объявляем ярмарку вакансий. И мы рады будем всем тем людям, которые захотят работать в исполнительной власти, взять на себя ту огромную ношу и решение тех серьезных задач, которые нам предстоит решить. Об этом депутаты уже говорили, когда я был губернатором, когда уже меня не было. И то, что они вернулись сегодня к созданию такого органа, как правительство, которое подотчетно губернатору, я считаю, это один из шагов для совершенства управляемости региона по направлениям и по отраслям. Это решение зрело в стенах Думы не быстро, а давно рассматривали всякие варианты, смотрели несколько вариантов устава, вызывало много споров, рабочий групп. На самом деле даже не полгода работы над уставом проводили в комитетах, каждый комитет рассмотрел этот текст. Неоднократно проводили совещания на уровне администрации области, депутатов. Но самое важное, что документ принят, документ принят абсолютным большинством голосов в первом и втором чтении и будет подписан губернатором и отдан на регистрацию в Министерство юстиции. Это влечет за собой серьезные изменения власти области, в государственной власти области. Прежде всего, это создание областного правительства. Это ревизия всей исполнительной власти. Это, как уже из наших встреч с губернатором мы увидели, это достаточно серьезные изменения самой структуры, сокращение расходов и сокращение количества чиновников, более эффективные и открытые исполнения своих обязательств. Мы надеемся, что правительство теперь будет работать более слаженно, четко и будет обращать на депутатский корпус, на те позывы, которые сегодня депутаты от населения Волгоградской области, от избирателей получают и будет доносить непосредственно до нового правительства, где правительство будет регулировать законодательно, инициативно и будет смотреть, стремиться вперед. О улучшении нашей финансовой деятельности, о повышении грамотности населения и будет делать так, чтобы область просто выросла и вышла из кризиса, который сегодня есть. Однозначно это движение вперед, Волгоградская областная дума, депутаты, в частности, этим изменениями в устав занимаются давно, еще в предыдущем созыве работа на это, в этом направлении шла. И, на мой взгляд, тот устав, который был сегодня принят, это действительно документ, согласованный здесь и доработанный, и исполнительной, и законодательной властью. Мне кажется, действительно, это принесет пользу региона. При принятии нового устава не обошлось без конфликта. Депутат-коммунист Михаил Транцов не успел внести поправки от своей фракции, и его коллеги заявили о несоблюдении регламента. Мы были не согласны с принятием, процедурой принятия данного документа, потому что, на наш взгляд, документ такой, как устав, конституция Волгоградской области, это подразумевает абсолютную стерильность принятия, юридическая стерильность. То, что каким-то определенным навалом был принимался документ, конечно, нас это обеспокоило. Хотя мы готовили ко второму учению свои дополнительные поправки, и, в частности, вообще процедура утверждения не только председателя правительства, но и его заместителя, именно Думы. Но я думаю, что нам то, что принят закон, что он будет подписан, у нас сомнений, конечно, никаких нет. Губернатор и депутаты заявляют о сокращении расходов бюджета, так как с началом функционирования правительства сократится количество высокопоставленных чиновников. К концу марта-началу апреля правительство Волгоградской области должно начать работу.